Всем привет! Сегодня у меня распустилась гордыня, аромат с ног сшибательный и под последним видео у меня просили рассказать о ней, как я за ней ухаживаю Под этим видео я оставлю ссылку, как я укоренял черенки, укоренял я их в воде Кому будет интересно, посмотрите, результаты все на лицо я показал Эти те самые черенки, у меня два таких растения Они абсолютно идентичны по размеру Вот, те самые черенки Посадил я в тот самый грунт, который тоже обзор у меня есть Это я использую фирму Биолан Потому как качеством ее я доверяю И посадил я эти две гордыни в керамические горшки Так как в керамических горшках все-таки влага больше и дольше держится Плюс растение своими мелкими сосущими корешками прикрепляется к стенкам И если не долить растение, то оно будет получать какой-то минимум влаги из керамики В этом плюс Но при пересадке, конечно же, будет травмироваться корневая Но это тоже ничего страшного Все это быстро обрастет Гордыни подвержены хлорозу Поэтому где-то приблизительно раз в месяц Я вношу вот такие удобрения Называется хилат железа Стоит очень-очень дешево Такой дешевый препарат Покупал я его в Ашане Кому интересно, можете, в принципе, посмотреть Погуглите И я думаю, что у вас не будет проблем с его приобретением Очень дешевый Тут рекомендации все написаны Я чисто на глаз чуть-чуть подсыпаю бутылку И сразу гибискусы, лимоны Всем, кому нужно железо, в принципе, поливаю И Таберниман тонуло тоже заодно Так, ну что еще рассказать Освещение Освещение Ну стоит вот на окне Вот это вот на этом Другая на другом окне В принципе Никаких зимовок холодных я не устраиваю Кстати, вот я заметил, что домашнее цветение Бутоны при перестановке места не опадают И прекрасно держатся Вот тут вот, кстати, еще один бутон у нас спрятался на новой веточке В общем-то не опадают Опадают бутоны Ну по моим наблюдениям По моим Вот Только магазинного цветения Ну естественно Потому что магазинного цветения У них там, представляете, какие условия у растения были сказочные Да Там все по часам Свет по часам Удобрение по часам Полив по часам Все прекрасно А тут раз Холодный подоконник Ну, наверное, любое растение бы сбросило бутоны Поэтому У домашних растений У домашних черенков Я не заметил, чтобы растение скидывало бутоны Поэтому Ну это чисто мое мнение Я не знаю, может у кого-то все-таки до сих пор скидывает Ну если, конечно, растение очень сильно будет стрессовать То Но желательно до этого не наводить Конечно, растение любит кислую почву Поэтому Я вот сейчас хочу ее Замульчировать Потому что все-таки Горшочек относительно небольшой для растения И тут еще есть такое место Для 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 Внесения мульчи Я в лесу В хвойном лесу набрал Вот такой вот хвойный опал Перепревший из-под сосны Тоже оставлю ссылку под видео Как я набирал вот этот хвойный опал Как я его обработал Обработал Я вот прям в этом пакете Засунул просто в морозильную камеру на неделю И там все это полежало И если какие-то там были Мошки-букашки Они будут получено замерзли Через микроволновку не рекомендую Потому что тем самым вы убьете и полезную микрофору Вот Но сейчас я замульчирую В принципе вот этим вот сверху подсыплю Вот этот опал И все Ну и теперь будем весной Длинные изросшиеся ветки обрезать Вот Цветочек цветет уже третий день Уже начал желтеть Аромат Но не передать на всю комнату Утром просыпаешься И просто сразу понимаешь Что у тебя зацвело Размер цветка тоже впечатлил Очень крупный У магазинах такой не всегда бывает Вот И он раскрылся полностью Ну просто красота Бесподобная Всем рекомендую Заводить гордыню Размножать черенками Все ссылки я оставлю под видео Либо в конце видео И переходите Смотрите Выращивайте Не бойтесь Всем спасибо И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok